В последнюю неделю вересня начался «Международный день глухих». В Гомельской области до этой категории людей относится омаль 1400 человек. Вот уже 40 лет центром громадского жития людей с порушениями слыха в регионе появляется Дом культуры Випра, сейчас известный как Центр инклюзивной культуры. Наши корреспонденты познайомились с его коллективом и доведались про ближайшие планы. По воде статистики, каждый девятый человек на земле имеет проблемы со слыхом. Причины могут быть различными. Природжений парок, несчастный випадок, а, например, наступство и других хворобов. Яуген Васильеву страсть услых у три года, у винника ошкарлятины. Адаптаться до света без гуков допомогли мама и бабуля, которые развивали коммуникативные навыки хлопчика. Бочувся Яуген у звичайной школы, а призвание свое знайшов у творчості. Это не помешало мне поступить в Белорусский государственный университет культуры и искусств и окончить факультет регистрирования. На данный момент я работаю в Центре инклюзивной культуры, заведующий спектором культурно-массовой работы и по совместительству руководителем Народного театра жестовой песни. Сейчас моя задача в том, чтобы развивать творчество среди людей с нарушением слуха и помочь им воплотить себя на сцене в творчестве и реализовать. Разом с вушними и коллегами Яуген принимает дел в фестивалях и конкурсах для инвалидов по слуху. За опошние некольких годов побывали в России, Украине и Литве, где познайомлися с іншими супольностями глухих и представили гомельские опыты на працовке работы с инвалидами. Почуть ты, кто не размавляет в Центре, допомагая представник редкой профессии, сурдоперокладчик Тамара Почищева. Дом культуры – ее первое и одиное место працы. Вось уже 30 годов женщина допомагает вести массовые мероприемства, перокладает сценарии и постановки на мову жестов в виде курсы для педагогов и сама постоянно пополняет словниковый запас новыми понятиями. У меня есть отдельная тетрадка, куда я записываю новые слова, пишу для себя, как нужно поставить правую руку, как нужно поставить левую руку, как обозначить данное слово. У нас проводятся на нашей базе курсы для работников. Нашего центра пришли недавно два молодых специалиста. Они тоже ходят на курсы, им это очень нравится. Центр инклюзивной культуры стал уникальной пляцовкой по работе с людьми с инвалидностью, аналогичных у Беларуси Няма. Тут кожному дают шанс реализовать себя в творчестве. У центра працуются 23 творческие коллективы. А зараз рихтуется до открытия каворкинг-пляцовка, где талиновитым людям с инвалидностью допомогуть у створения социальных проектов и бизнесу. Площу 100 квадратных метров обсталююсь для проведения лекций, конференций и мастер-классов. С допомогой специалистов инвалиды смогут реализовать свои инициативы. Ранее тут, например, допомогали спостегать цирульницкое мастерство и визаж. Теперь працеста не больше эффективной. Люди с инвалидностью немного ограничены рамками того, что им можно делать, где работать. Это в основном предприятие, промышленные наши гиганты. Но время меняется, у людей появляется желание раскрываться по-новому. Поэтому, допустим, мы сотрудничаем уже с людьми, которые занимаются компьютерной графикой, 3D-моделированием, такими современными бизнесами. Это в основном фриланс направление, но и каворкинг, он тоже предусматривает, что люди будут приходить сюда работать, создавать какие-то проекты в коллаборации с другими. Каворкинг Инклюзив Хаб плануется открыть празмесяц до 40-годового юбилея Дома культуры. Ганна Каральчук, Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, Телерадоя Компания Гомель.